В Якутске отметили День ветеранов боевых действий. В столице прошел священный молебен по погибшим при исполнении служебного долга. В сквере Героя России Рыжикова провели построение личного состава спецподразделений Росгвардии и ОВД Республики и ветеранов боевых действий. Также мероприятия прошли на площади Орженикидзе. Сарглана Захарова продолжит. 20 век называют самым кровопролитным в истории. Первая и вторая мировые войны, локальные конфликты, боевые действия на постсоветском пространстве. И многие другие сражения, которые оборвали или искалечили судьбы тысяч людей. Сегодня мало кто помнит или знает героев и участников войн современности. Даже День ветеранов боевых действий незаслуженно все еще не признали официальным праздником. Именно поэтому до сих пор еще ни разу не проводились массовые мероприятия в честь этой даты. Это идет начало из России со многих городов, чтобы 1 июня праздник такой день всех ветеранов боевых действий. То есть у нас очень много и в республике участников всех войн, начиная с Кубы, Китая и тому подобное. И вот сегодня мы, в общем-то, впервые в этом году организуем такое мероприятие, посвященное ветеранам. Тут у всех войн, не только афганцы, чеченцы, очень много войн. День начался со священного молебна по погибшим при исполнении служебного долга. Не только на войне, но и в мирное время, подчеркивают ветераны. Есть герои, которые пожертвовали своими жизнями ради других. День ветеранов боевых действий, он важен не только для ветеранов боевых действий. Но это как напоминание о том, что есть люди, которые уже выполнили свой долг перед Родиной. Рискуя и даже жертвуя своей жизнью, они выполняли свой долг в данной отчизне. То есть это не значит, что во время войны, но и в мирное время люди гибнут для того, чтобы страна жила мирно и спокойно. Мероприятия продолжились уже на площади Оржаникидзе, где развернулись несколько выставок, полуразрушенные города и деревни Северного Кавказа. На поля сражений военные части в будни обычных солдат переносят фотографии военного фотокорреспондента Владимира Доброходова. Другая рота уходит в небо, на которой собраны фотографии солдат и офицеров, которые уже никогда не вернутся со службы. Чтобы помнили, вот главная цель. Сарглана Захарова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.